Погода в очередной раз устроила городу проверку на прочность. Накануне всего за два часа в центре курорта выпало 100 мм осадков. Уровень по классификации МЧС опасный, но с ассихией город справился. Ситуацию с самого утра контролировали дежурные группы, поэтому серьезных происшествий удалось избежать. Тем не менее, некоторые участки города все же пострадали. Особенно район 4-й горбольницы на Ареде, поселок Мирный и Меретинская низменность. С большим количеством воды попросту не справились ливневки. А в Меретинке, например, работа по строительству системы водоотведения и вовсе еще не закончена. Городу только предстоит принять сети на баланс. Еще одна причина – нарушение при строительстве. Сейчас очень большая работа проводится по поводу ремонта автомобильных дорог у нас на территории города. При подготовке этой дороги для ремонта, они убирают старую ливневую канализацию, не построив новую. И как раз вода идет тогда уже по непроторенным дорожкам и попадает туда, куда она не должна была попадать. Поэтому в обязательном порядке мы сейчас работаем со строителями. Как отметил Виктор Филонов, в городе уже завершается инвентаризация ливневой системы. Теперь все предприятия курорта обязаны заключать договоры с водостоком и оплачивать соответствующие услуги. А новые объекты – получать тех условия на подключение к ливневкам. До создания водостока такой практики в городе не было. Сегодня очень важно, чтобы водосток, и мы даже добавим финансирование, если нужно будет, чтобы он все-таки сбалансировал всю эту систему. То есть там, где кто-то нарушил, надо восстановить. Там, где нужно новую часть построить, надо построить. Но мы просто должны это сделать. По прогнозам синоптиков, сильные дожди возможны в Сочи до утра пятницы. В городе по-прежнему действует штормовое предупреждение. Поэтому специальные бригады, которые сегодня работают круглосуточно, не расформированы. Ну и, конечно, еще раз нужно обратиться к жителям, чтобы они были бдительны. Они должны знать, что службы города готовы к любому нашествию природы. Но они тоже должны выполнять все то, что необходимо выполнять в условиях чрезвычайной ситуации. Помощь местных жителей и управляющих компаний должна быть обязательной, отметил Анатолий Пахомов. Им необходимо организовывать дежурство на придомовых территориях. Елена Сецна, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.